Золотая птица Разыгралась что-то погода сегодня! Вздохнул водитель, прищуриваясь и глядя вперед, боясь случайно съехать с дороги и увязнуть в разбухшие земли обочины. «А я тебе говорила, что надо было раньше выезжать! Ну нет же, ты же сам всегда все лучше всех знаешь! Ты же у нас самый умный!» Разъярилась его супруга, устроившаяся на пассажирском сиденье. «Выехали бы раньше, попали бы под ливень чуть позже. Все равно еще часа три ехать». «Никогда никого не слушаешь!» «Да успокойся ты! Надоело, честное слово! Села бы утром на автобус и доехала бы не под дождем!» «Да ну тебя!» Женщина обиженно отвернулась к окну, за которым, кроме серой грозовой пелены и дальних, раскачивающихся под порывами яростного ветра контуров лесных массивов, ничего нельзя было разглядеть. Все мрачное и гнетущее. Холод просачивался внутрь машины, касаясь длинными пальцами водителя и пассажирку, заставляя их ежиться. Ехали молча. После небольшой перепалки каждый пришел к выводу, что прав и начинать новый разговор не спешил. И без того унылая атмосфера стала еще более давящей. Крупные ледяные капли барабанили по крыше, дробный стук действовал на нервы. Снаружи свирепо выл ветер, рисуя воображение впечатлительной женщины жуткие, полные ужаса и страданий картины. Оглушающие раскаты грома и короткие вспышки ветвистых молний будто бы предвещали скорую беду. Дождь усилился, сделался совсем непроглядной занавесью. Машина сбавила скорость. «К утру, глядишь, и доберемся!» Сквозь зубы прошипела женщина. «Как же ты надоела!» Устало вздохнул мужчина. Полотно дороги растворялось за ливневой стеной. Вдруг впереди проступили очертания человеческой фигуры. Нога вдавила педаль тормоза в пол, шины пронзительно завизжали на мокром асфальте. Пассажирка истошно закричала. Машина каким-то чудом не слетела с дороги. «Что это такое? Что случилось?» «Да замолчи же ты, наконец! Мы, походу, задавили кого-то!» На трясущихся ногах водитель вышел из машины и с опаской подошел к лежащей на земле фигуре. «Это был молодой парень!» «Что там?» Выкрикнула женщина, не пожелавшая покинуть свое сухое убежище. «Он кажется мертвый!» Не успел мужчина договорить последнее слово, как парень скачал на ноги и вцепился тонкими, окровавленными пальцами в его рубашку. «Помогите мне! Они идут за мной! Они хотят меня забрать! Убить!» Приглядевшись, водитель в неярком свете фар смог разглядеть на одежде парня пятна, перемешанные с грязью крови. Его трясло, в глазах горело безумное отчаяние. Говорил он быстро, боясь пропустить хоть слово. «Вы ранены? Вам надо в больницу!» Мужчина усадил парня на заднее сиденье. «Да, да, да, спасибо вам! Большое спасибо! Давайте поскорее уберемся отсюда! Надо убраться, а то они и вас заберут! Они рядом! Они ищут меня!» Женщина поморщилась и брезгливо посмотрела на нового пассажира. Тот сидел, покачиваясь зад и вперед и продолжая извергать бессмысленный поток слов. Машина продолжала неспешное путешествие в темноту. Никто не заметил появившихся в нескольких метрах от дороги у кромки молодой рощи, высокие, одетые в плащи фигуры. Странные гости проводили взглядом ускользнувшую добычу и вскоре растворились во мраке бури. Телефон пищал уже минут десять. «Нет, ну неужели нельзя подумать и перестать названивать, если так долго не берут трубку? Как меня выбешивала подобная настойчивость!» Звонила мать. Наверняка опять напилась в хлам и испытывает непреодолимое желание в очередной раз поведать мне душесчипательную историю о своей тяжелой жизни. Необъемной любви к своим детям, ушедшим из семьи козлине-отце и жизненной необходимости одолжить денег на опохмел. Как же я ее иногда ненавижу! Не выдержав бесконечного звона, я все же взял трубку. К моему величайшему удивлению, голос у нее был трезвый, язык не заплетался. «Саша, сынок, беда у нас!» Меня не на шутку перепугал ее взволнованный тон. «Что случилось?» «Гена в больнице!» «Я ему говорила, предупреждала, нечего с теми ребятами тягаться!» «А он что? Он не послушал!» «И хорошо еще, что в больнице отделался!» «Следователь говорит, что остальные ребята без вести пропали!» «Еще вот я слышала!» «Мам, я ничего не понимаю!» «Какие ребята?» «Куда пропали?» «Что за следователь?» «Гена что-то натворил?» «Он с плохой компанией связался!» «Полгода уже с ними гулять ходит!» «Меня не слушал, все себе на уме!» «Они в какую-то деревню неделю назад поехали!» «То ли отмечали что-то, то ли просто отдохнуть собирались!» «Не звонил мне, не сказал даже, куда именно едут!» «В деревню и все!» «Вчера его на дороге люди добрые подобрали!» «В больницу отвезли!» «Там Зина работает!» «Училась с ней вместе!» «Она его узнала!» «Сразу мне позвонила!» «Потом полиция была!» «Спрашивали его!» «А Гена будто умом тронулся!» «Внятно рассказать ничего не может!» «Что же это такое, Саша?» В голосе матери зазвенели слезы! «Мам, успокойся!» «Где ты сейчас?» «Дома?» «Я скоро подъеду!» «Я вот гений вещи собрала!» «Поеду сейчас в больницу!» «А где он лежит?» «Во второй!» «Хорошо, я скоро буду там!» Не став слушать очередные причитания матери, я повесил трубку и откинулся на спинку дивана. «Да уж!» «Вот никогда не думал, что в моей семье произойдет что-то подобное!» «Что же такого мог учредить мой младший брат?» «Может, они в своей компании напились и порезали друг друга!» «Честно признаться, от тихого и мягкого гены я подобного не ожидал!» «Тихо, мамутя, как говорится!» «Не так я планировал провести утро своего законного выходного!» «Да ничего не поделаешь!» «Сам пообещал приехать!» «Поднявшись с дивана, я побрел на кухню!» «Надо бы хоть кофе выпить!» «Позавтракать все равно не успею!» «От беспробудно пьющей матери я съехал год назад, сразу же после окончания колледжа!» «Квартиру я снимал небольшую, платил не особо много, но зато жил спокойно, да и район был чистый и хороший!» «Вот Гена съезжать не стал, у нас с ним всего год разница, через пару месяцев тоже должен был колледж закончить!» «В отличие от меня, он обладал способностью игнорировать пьяные посиделки матери и ее дружков, просто закрывался в своей комнате!» «Меня же постоянные крики и грохот пустых бутылок бесили неимоверно!» «С братом я не общался с тех пор, как начал снимать квартиру!» «На улице было прохладно!» «До больницы я решил добраться пешком, идти недалеко!» «Начало октября!» «Бледное солнце несмело выглядывает из-за плотных серых облаков!» «Прохожие одеты по-разному!» «Кто-то в толстовке, кто-то в куртке и обернутом вокруг шеи шарфе!» «Мама ждала меня около регистратуры!» «Чуть не сбив меня с ног, она повисла на моей шее и разрыдалась!» «Саша, Сашенька, как же мы теперь будем?» «Мам, перестань! Все будет нормально! Успокойся!» Самостоятельно мама успокоиться не смогла. Дежурившим медсестрам пришлось что-то ей вколоть, дабы остановить нарастающую панику. Лечащий врач моего брата проводил меня к нему в палату. «Постарайтесь не нервировать его сильно!» Попросил врач и удалился. Гена сидел на кровати и качался из стороны в сторону. Пустой взгляд уперся в обшарпанную стену. Бледные, бескровные губы что-то беззвучно шептали. Голова периодически подергивалась. Я приблизился к койке. Вдруг мой притихший брат рванулся ко мне и мертвой хваткой вцепился в воротник моей куртки. «Они найдут меня, Саша! Они придут за мной!» «Гена, угомонись! Кто за тобой придет?» «Жрецы! Хранители! Я украл у них кое-что!» «Какие еще жрецы-хранители? Что ты у них спер?» «Мы не должны были приезжать в ту проклятую деревню! Мы вообще не должны были там появляться! И спускаться в этот чертов подвал не стоило! Теперь они мертвы! Их убили! И меня тоже скоро убьют!» «Никто тебя не убьет! Успокойся! Что за деревня? Куда вы влезли?» «Жгутовка! У Костяна там дача типа! Родители его арендовали дом там! Каменный! Единственный такой в деревне! Местные говорили, что специально для чужаков такой!» «Что стало с твоими друзьями? Что вы натворили? С местными повздорили!» «Их убили! Хранители видели нас! Жрецы отдали их богам! Местные им помогали! Они все в этой чертовой секте! Они найдут меня! Саша, они меня убьют!» «Тебя никто не тронет! Ты в больнице! Ты тут в безопасности!» «Гена, скажи, что вы видели? Что вы сделали?» «Мы просто взяли несколько фигурок! Мы просто забрали несколько! Мы бы все вернули, если бы они велели! Но они нас не собирались отпускать!» Гена переходила в состояние паники, в состояние отрешенности и равнодушия несколько раз за минуту. «Зачем вы его довели?» На пороге возник рассерженный врач с медсестрой. «Выйдите!» «Саша, они придут за мной! Они убьют меня!» Гена пытался вырваться из стальной хватки врача. «Выйдите!» Велела медсестра, набирая в шприц какое-то лекарство. Я спустился на первый этаж. Мама успокоилась. Пакет с вещами для Гены, пообещав передать, забрала медсестра. Ее знакомая, которая сообщила о случившемся. Взяв маму под руку, я вывел ее на улицу. Как-то непривычно видеть ее такой. Другую руку она спрятала в карман и что-то сжимала в руке. Когда мы отошли на некоторое расстояние от больницы, к безлюдному скверу, мама протянула мне ладонь, на которой лежала маленькая статуэтка в виде птицы с расправленными крыльями. «Что это?» Я взял ее и повертел в руках. Статуэтка была золотая. Искусная работа, куча мелких деталей. В тоненьких бороздках была грязь. «Должно быть, это та самая, о которой говорил мой брат. Стоит эта штука, наверное, немало». «Это у Геночки было в кармане!» Мама снова начинала плакать. «Откуда?» «Не знаю». «Следователь о ней знает. Знает, в какой деревне они были». «Нет, Геннер все говорил, что кто-то его преследует, хочет убить». «Я правильно понимаю, что полиции неизвестно ни о названии деревни, ни об этой статуэтке». Уточнил я, чтобы убедиться наверняка. «Нет, они так ничего и не узнали». Я начал лихорадочно соображать. «За эту статуэтку можно получить приличные деньги». «Судя по словам брата, то и деревня есть еще такие. Значит, их тоже можно забрать и продать». «Он сказал тебе что-нибудь, сынок?» «Нет», — соврал я. «Мне стоило огромных трудов скрыть алчный блеск в моих глазах. Надо как-то убедить маму, чтобы она никому ни при каких обстоятельствах ничего не говорила о золотой птице. «Мам, слушай меня внимательно». Начал я после нескольких минут раздумья. «Да, сынок». «Из-за этой статуэтки с Геной произошла беда». «Ты так думаешь?» «Да, поэтому от нее надо избавиться. Если о ней узнает полиция или еще кто-нибудь, у Гены могут быть еще большие проблемы. Понимаешь?» «Понимаю», — в ее глазах отразился испуг. «И что теперь делать?» «Надо избавиться от этой статуэтки. Так, чтобы никто не нашел, понимаешь?» «Да, сынок». «Поступим так. Я заберу ее и отвезу подальше, а потом выкину. И никто ничего не узнает. И с Геной все будет хорошо. Только никто об этом не должен знать. Ни полиция, ни кто-либо еще. Понимаешь?» «Я никому ничего не скажу». «Хорошо». «У нас теперь все будет хорошо, Сашенька?» «Думаю, да». Я поступал как редкостный урод, играя на маминой любви к нам с Геной. Впервые я видел ее такой разбитой, мне даже было ей немного жаль. Я пообещал маме почаще навещать брата, взял с нее слово молчать и без моего ведома никому ничего не говорить. Посадил ее в маршрутку и пошел домой. Когда я зашел в квартиру, в моей голове уже был составлен план. Те фигурки занимали все мои мысли. Если действовать осторожно, то встречи с сектантами удастся избежать. Интересно, сколько там таких птиц? Уверен, за них можно выручить целую кучу денег. Надо только знать нужных людей, которые помогут сбыть их с рук. Одного такого человека я знал. И он, скорее всего, согласится на небольшое приключение. Особенно, если оно сулит неплохой заработок. Я набрал его номер. Потянулись раздражающие гудки. И когда их количество перевалило за десяток, трубку, наконец, подняли. «Алло, Кирюх, привет, есть дело?» «Слушаю». «Приехать можешь? Не хочу об этом по телефону». «Окей, скоро буду». Мой друг приехал через час. Сидя на кухне, мы сначала поговорили о жизни, о вечном. Потом я показал Кириллу золотую птицу и рассказал все, что успел узнать. «Вещь, безусловно, очень ценная. Ты думаешь, в той деревне есть еще?» «Уверен». «А что насчет как их там, хранителей и жрецов? Не слишком ли это опасно?» «Если будем осторожны, то ничего плохого с нами не случится». Признаться, моей душе зародились сомнения. Поездка может оказаться гораздо опаснее, чем я изначально представлял. Лично я не считал, что эта секта такая уж опасная. Группа безобидных фанатиков – не более. А Генина компания напилась, парни перебили друг друга. «А если это все бред сумасшедшего? Если никакой секты нет?» Скорее самого себя, чем друга, пытался убедить я. «Будем действовать как можно осторожнее. Наражен лезть не будем. Местным скажем, что туристы заблудились, мол. А если попадемся, то извинимся, все вернем и уйдем». «Ладно», – согласился Кирилл. «У меня, если честно, предчувствие плохое. И все будет нормально», – отмахнулся я. «Мы открыли карты на Ноуте, нашли нужную деревню. Мы составили тщательный план, придумали легенду и решили, что брать с собой. После ухода Кирилла я плюхнулся на диван. «Эх, Гена, не повезло тебе, конечно. Влип же ты в какую-то мутную историю. Но мне улыбнется удача. Обязательно. В этом я был уверен». Сбор вещей следующим утром много времени не занял. Мы собирались провести в этой деревеньке день, максимум два. Смысла брать с собой огромную сумку не было. Сидеть дома было скучно. Закрыв Ноут с недосмотренным сериалом, я вновь задумался о предстоящем мероприятии. Дело, конечно, рискованное, но зато, если повезет и у нас все получится, мы разбогатеем. За стеной пьяный сосед орал на свою жену. Их ребенок, мелкий пацан лет шести, сидит в подъезде. Подпирает с собой оплеванную дверь их прованевшей алкоголем квартиры. Жалко его, но что поделать. Не повезло ему с семьей. Я даже в какой-то степени мог его понять. И не надоедает же некоторым по полдня орать без остановки. Благо, такое происходило довольно редко. Остальные соседи были вполне себе адекватными. Крики соседей не прекращались. От их воплей разболелась голова. Не в силах больше это терпеть, я решил прогуляться. Заодно и брата навестить. Закинув телефон в карман и сняв с крючка куртку, я вышел на улицу. В подъезде на свежевыкрашенной красной лавочке окурили школьницы. На газоне копошился шпиц одной из девочек. Который, стоило мне спуститься с крыльца, принялся истошно лаять. Если бы не приковавший к скамейке поводок, мелкая шавка непременно бы вцепилась мне в ногу. Ее противный, режущий слух виск пробудил во мне желание пнуть эту недопсину, но я сдержался. Не понимаю, что люди в подобной живности находят. Такие мелкие собаки только гадить да тявкать в пустоту могут. «Не бойтесь, он не укусит», сказала школьница. «Шуня, нельзя!» Затянувшись, другая школьница выбросила окурок и посадила собаку на колени. Я зашел в продуктовый магазин, расположенный рядом с моим подъездом. Купил пару бутылок воды, кое-что из еды и новую зажигалку. «Всего доброго!» Буркнула угрюмая продавщица с таким видом, будто пробив мои покупки, сделала мне огромное одолжение. «Всего доброго!» Не менее недружелюбно процедил я и вышел. «Тоже мне, царевна, нашлась!» Занес пакет с продуктами в квартиру и снова вышел на улицу. Я надеялся, что к моему возвращению соседи угомонятся и я смогу провести вечер в тишине. Телефон в кармане завибрировал. Звонил Кирилл. «Ты не передумал?» Без приветствия спросил он. «Нет, а что?» «Просто уточнение. До деревни то и ехать около четырех часов. Поезжать надо рано. Часов семь-восемь». «Да без проблем». «Утром тогда заеду за тобой». «Договорились». Заморосило. Мелкие капли неприятной лепли кожа. Задул ветер. Обнаженные деревья зашуршали кривыми ветками. Над головой грохотали раскаты грома. Зонт я с собой, конечно, не взял. Пришлось ехать на маршрутке, несмотря на то, что до больницы оставалось не так уж и далеко. Я укрылся под козырек древней остановки и принялся ждать. Вскоре приехала маршрутка под нужным мне номером. Небо полностью заволокло тучами. Противная морозь перешла в настоящий ливень. Прекрасная погода, сказать нечего. К брату меня пускать не хотели. «Вы вчера довели его, еле успокоили!» Перещала молоденькая сестра истеричного вида. В итоге на ее виск пришел лечащий врач моего брата и проводил меня в его палату. Приоткрыв дверь, врач застыл на месте. «Не входите!» Он пытался отвести меня в сторону. Выражение ужаса на его лице мне не понравилось. Изволочившись, я обошел его, открыл дверь и так же замер на пороге. На полу растеклась багровая лужа. Гена сидел, облокотившись на подушку и устремив стеклянный взор в стену. С его безвольно свисающих рук капала кровь. Его горло было перерезано от уха до уха. На стене, прямо над его головой, кровью выведен странный символ. У мамы случился сердечный приступ. И сообщили, когда она приехала в больницу десятью минутами позже меня. От вопросов полиции я отделался только вечером. Домой я вернулся уставший, но планы менять не стал. По гене я особо не горевал. Хоть мы и были братьями, но никогда они были особо близки. Никогда не доверяли друг другу своих секретов. Никогда не прикрывали друг друга перед матерью. Да и вообще, редко помогали друг другу. По матери я тоже не сильно убивался. Вместо сочувствия и горя, во мне пели алчность, жажда заработка и навсегда изменить свою жизнь. Да, вот такой вот я мерзкий человек. Гена мертв, потому что не был способен думать наперед. Не думал о последствиях своих действий. Я другой. У меня все получится. И я останусь жив. И плевать мне на секту, хранителей, жрецов и прочих. Мне повезет. Должно повезти. Кириллу об этом инциденте я сообщать не стал. И так ехать согласился без энтузиазма. Не хватало еще, чтобы вообще отказался. Только дурак отказался бы от такой шикарной возможности заработать. Я проспал. Будильник предательский не прозвенел. Разбудил меня забарабанивший в дверь в половине седьмого Кирилл. «Сразу видно, кто из нас самый ответственный. Кому больше всех надо!» Ворчал он, меряя шагами прихожую. «Заткнись, через десять минут поедем!» Огрызнулся я. К слову, ворчал мой друг скорее для вида. По огонькам в его взгляде я понял, что за прошедшее время он изменил свое мнение. Сначала на заправку, потом в жгутовку. Кирилл ввел координаты в навигатор, и мы поехали. По дороге он пересказывал, что узнал об этой деревне. Обычная глухомань. Население около шестидесяти человек. Ничего особенного там нет и никогда не было. Некоторые жители сдают комнаты или дома за очень скромные деньги. Сначала посмотрим дом, в котором они тусили. А местным что скажем? Я так понял, что никто не знает, что там случилось. Посмотрим. Остаток пути проехали молча. Кирилл смотрел на дорогу, и я в экран смартфона. Листал со скоки ленту соцсетей. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем хуже становилась связь. После того, как мы свернули на ухабистую земляную дорогу, проехали указатель, на котором выцвевшими буквами было написано «Жгутовка», связь пропала совсем. Убрав телефон, я уставился в окно. Вокруг раскинулись заросшие травой и сорняками поля. Вдали высится темно-зеленый лес. Впереди замаячили контуры изъеденных временем деревянных домов. Людей на улице было на удивление много. Дети гонялись друг за другом, старики сидели на лавочках или собирались в небольшой группке возле заборов. Кто-то возился за домом. Мы остановились у въезда в деревню. Кирилл протянул мне пистолет. «На всякий!» Я убрал оружие. Мы вышли из машины. На нас тут же устремились любопытные взгляды. «Здравствуйте!» Немного неуверенно сказал я. Мы так и не решили, что сказать местным. «Добрый день!» К нам приблизила женщина лет сорока на вид. Ее миловидное лицо и яркие глаза свидетельствовали о добродушном нраве. «Вы к кому-то в гости приехали?» «На самом деле мы...» «На самом деле мы туристы. Приехали природу фотографировать». Начал придумывать я, бросив взгляд на торчащий из бардачка ремешок от фотоаппарата. Кирилл сломал его пару месяцев назад, да так и не отвез в ремонт. «Меня знакомые тут дом снимали. Сказали, что в вашей деревне можно остановиться». «У нас тут есть хороший дом. Жильцы три дня назад уехали. Там, возможно, не все убрано. Пока что не смотрели». «Нас устроит. Мы буквально на день-два». «Поезжайте дальше, в самый конец улицы. Двухэтажный каменный дом. Один у нас такой. Ключ у соседки спросите». «Спасибо большое». Мы вернулись в машину. «Кажется, мы спалились. Они теперь за каждым нашим шагом следить будут». Бурчал Кирилл. «И что еще за природа в октябре, когда дожди через день идут и грязь кругом?» «Раньше надо было рот открывать. Я придумал одну из самых адекватных версий. Теперь уже поздно что-то менять. Осторожней, соблюдайте все». Дом мы нашли быстро. Он разительно отличался от остальных домов деревни. Крепкий, новый, ухоженный в отличие от древних, некоторых покосившихся деревянных изб. Участок был маленький. Дом да сарай, места на сад, огород не оставалось. Соседи вышли на крыльцо и в открытую на нас пялились. Не злобно, не враждебно, а с интересом. Я быстренько сбегал за ключом. В доме было чисто. Только на некоторой мебели были царапины. Будто по ним ножом возили. Еще некоторые тарелки и чашки были со сколами. Мы осмотрели все комнаты и не нашли ничего подозрительного. В дверь постучали. Несмотря на час дня и бьющий в окно солнечный свет, день был на редкость солнечным. В груди зашевелился клубок тревоги и страха. На крыльце стоял мальчик, держащий в руках огромное блюдо с аппетитным пирогом. «Здравствуйте!» Едва слышно пролепетал он, неловко переминаясь ноги на ногу. Я узнал его не сразу. Это был сын женщины, у которой я брал ключ. «Здорово, пацан! Проходи!» Кирилл пропустил его, и мальчик зашел в коридор. «Я Женя!» Мама сказала принести вам пирог с мясом. «Когда она успела этот пирог испечь?» Я взял блюдо. Пирог был еще теплый. От него исходил неприятный запах. «Она на обед пекла, а как узнала, что вы приехали, велела вам передать. Ей не жалко!» «Спасибо!» Уходить малец не спешил. Стоял, опустив глаза в пол, и мял исцарапанными пальцами край перепачканной землей футболки. «У тебя все в порядке?» «Да!» Женя чуть не подпрыгнул. «Вы это...» «Что?» Начал терять терпение я. «Уезжайте отсюда, как можно скорее, и пирог не ешьте!» «Зачем ты его принес, раз он несъедобный? Что с ним не так-то?» Поднял бровь Кирилл. «Он из... из плохого мяса!» «Тухляка, что ли? А вы, как я погляжу, гостеприимством не отличаетесь!» Моего друга явно забавляла эта ситуация. А вот я немного занервничал. «Нет, просто из плохого!» «Слушай, пацан, прекращай свои шуточки!» «Ты лучше скажи, не случалось ли у вас в деревне ничего странного?» «Люди не пропадали?» Я смахнул со стола редкие крупицы пыли и поставил пирог. «Жрецы забрали чужих, что были тут до вас!» Зашептал Женя. Его трясло, он явно был чем-то очень напуган. «Троих забрали, одному удалось бежать, но за ним отправили хранителей!» От его слов по моей спине пробежал холодок. Мне стало не по себе. «Ну все, пацан, очень интересно, конечно, но, думаю, тебе пора!» Кирилл подталкивал мальчика к выходу. «Уезжайте отсюда!» Зашептал Женя. «Не спускайтесь туда, иначе вас тоже убьют, они следят за вами!» «Спасибо за пирог и до свидания!» Вытолкав мальчика, Кирилл закрыл дверь. «Перекусим и продолжим поиски!» Пирог оказался отвратительным. Странный запах мы поначалу списали на специи или травы, но после первого укуса мы убедились, что пацан был прав. «И правда из плохого мяса пирог!» Заключил я, выплюнув эту мерзость. Вскоре мы обнаружили шатающиеся доски под диваном. Вооружившись ломом, я без проблем убрал их. Это оказался спуск в небольшой подвал. Спустившись, мы зажгли фонари и осмотрелись. Типичный подвал. Банки с закатками на полках, какой-то хлам, а вот пыли было на удивление мало. Еще одной необычной деталью убранства были факелы в железных кольцах, вбитых в голые стены. «Прям темница!» Мой друг зажег факелы и принялся простукивать стены. Потайная дверь оказалась скрыта под одной из коробок с какими-то тряпками. Не без труда мы подняли каменную плиту, скрывавшую под собой винтовую лестницу. «Ничего себе!» Снизу повеяло ядовитым холодом, отчего мне стояло не по себе. Желание бросить эту затею и медленно покинуть деревню росло с каждой минутой, но воспоминания о золотой фигурке, спрятанной в моей квартире, заставляли меня продолжать. Ступеньки маленькие, частые, идти крайне неудобно. Стены были покрыты мелкими трещинами и усыпанной пылью паутиной. Факелов тут не было, путь освещала лишь пара скачущих фонарных лучей. Мне казалось, мы спускались целую вечность. Голова кружилась. Наконец, мы вышли в обширный зал с многочисленными нишами, в которых располагались сотни свечей. Неужели наждали? Опасливо осмотревшись, мы не нашли ничего интересного, и из этого зала выходил один коридор, в который мы и направились. Он вел в другой зал. В нем также сияли свечи, освещая примитивные рисунки на стенах. Вот это жесть! Иди, глянь! Почему-то прошептал Кирилл и указал на одно из изображений, выделявшимся среди остальных рисунков. Когда-то давно человек, присматривающий за этим местом, изобразил жуткую, реалистичную картину жертвоприношения. В центре красным нарисован расчлененный человек. По углам стояли скрывавшие лица под капюшоном люди в черных балахонах. Вокруг них торжествует толпа, жадная до зрелища, до крови и чужой боли. Раздавшийся за нашими спинами звонкий хруст заставил нас обернуться. Перед нами неподвижно стояла фигура в черном балахоне. Здрасте! Паника во мне уже бушевала вовсю. Интуиция кричала мне, что надо бежать. Валим! Кирилл потянул меня в сторону тоннеля, из которого мы вышли. Путь нам перегородила еще одна фигура. Выхода не было. В зал сползались сектанты. В тот момент я поверил каждому слову Гена и горько пожалел, что не поверил ему. Воры! Жалкие воры! Из-за спины окружавших нас людей вышла женщина, которая несколькими часами ранее подсказала нам дорогу. На ее лице по-прежнему красовалась мягкая, внушающая доверие улыбка. Ее взгляд был располагающим. Изменился только ее голос. Из ласкового и теплого он перетек в резкий, полный ненависти. Отпустите нас! Мой друг запаниковал. Его трясло. Впервые я видел его в таком состоянии. Да я сам был ничуть не лучше. Мы ничего не взяли. Отпустите нас! Мы сейчас же уедем и больше никогда вас не побеспокоим. Ваша участь предрешена. Смиритесь и подчинитесь жрецам. Скажите хранителям, где спрятана наша вещь. Честно примите свою кару и тогда грехи ваши будут прощены. Ее голос становился все выше. Последние слова она прокричала, отчего в ушах зазвенило и казалось извивающееся пламя свечи на миг покачнулась, а потолок задрожал. Кирилл вжался в стену. Мне стоило огромных усилий сохранить последние крупицы самообладания. Я лихорадочно прокручивал в голове возможные пути развития событий. Ваша кровь пропитает нашу землю, отведет нас от беды, вы... Женщину прервала пуля, которую Кирилл садил ей прямо промеж безумных глаз. Выстрел оглушил всех. Не теряя ни минуты, я схватил Кирилла и проорал ему, что надо бежать. Мы протиснули сквозь ошеломленную толпу фанатиков и забежали в черноту тоннеля. по стенам и полу. Мы бежали практически вслепую. Хорошо, что под ногами не было камней, о которые мы могли споткнуться. Бежали долго и снова оказались в зале как две капли воды похожим на предыдущий. Кровавые рисунки на стенах, коптящие потолок факелы и свечи. Отсюда три лестницы уползали вниз. Куда теперь? Запыхавшись, Кирилл прислонился к стене. Без понятия. Давай сюда. Мой выбор пал на среднюю лестницу, я почему-то был уверен, что все они ведут в одно место. Протерев плечами пыли паутину с узких стен, мы спустились в небольшую комнату. В ней было то, зачем мы вообще сунулись в эту проклятую деревню. На каменном столе были расставлены десятки золотых птиц. Фигурки стояли кругами, изображая какой-то обряд. В крайнем круге отсутствовала одна птица. Офигеть! Выдохнул я, сердце бешено колотилось из-за долгого бега. Да черт с ними, живыми бы выбраться! Я рисовал несколько фигурок по карманам. Кирилл моему примеру не последовал. Даже в такой ситуации, когда на кону стояли наши жизни, во мне не угасало пламя алчности, жажда разбогатеть. Зря что ли тащились! За деревянной дверью тянулся очередной тоннель. Он заканчивался тупиком. И что теперь делать? Не знаю. Мы постучали по стенам и нашли небольшой лаз. Он был высотой около метра и скрытый под занавесом из паутины и пыли. Он вел в крохотную комнату, где на стене располагалась лестница. Это выход! Я посветил вверх. Луч фонаря высветил четкое очертание люка. Надеюсь, что так. Выхода у нас все равно нет. Пошли, пока те чокнутые нас не нашли. Что-то они не торопятся. И только сейчас я задумался о фанатиках, которые едва не схватили нас. Почему они в самом деле не спешат догнать нас? Погони за нами я не слышал после того, как мой наверняка не позволят нам просто уйти. И тут мой мозг пронзила догадка. Они знают, куда ведут все эти тоннели. Каждый чертов коридор. Они знают, где нас ждать. Это было так просто, но я додумался до этого только сейчас. Не успел я поделиться своими соображениями с другом, как над головой раздался противный скрип, а в помещении проник слепящий солнечный свет. Тут никого, поднимайся скорее! Вечно Кирилл сначала делает и только потом думает. Солнце приятно грело. Мы стояли посреди прогалины, окруженной хилыми деревьями. Куда идти-то теперь? К машине вряд ли попадем, нас там сто процентов ждут эти ненормальные! Не знаю я. Буркнул я и поделился с ним своими мыслями по поводу отсутствующей погони. Далеко наверное добираться вот они и не успели. Дерьмо это ж надо так влипнуть! Кирилл бушевал. Значит так будем искать дорогу если повезет попутку поймаем а когда до города доберемся так сразу в полицию пойдем и расскажем об этой секте. И сами за воровство сядем. Перспектива получить срок за проникновение в чужое жилище за дом мы заплатить не успели и кражу ценных фигурок меня не радовало совершенно. Черт ты прав! Он погрузился в раздумья. Ну ладно потом с этим разберемся сейчас главное ноги отсюда унести. Не успели мы войти в чахлый лес как на нас налетели сектанты. Они двигались быстро и совершенно бесшумно. Хватка у них была сильная. Тяжелый удар острым камнем по голове не позволил мне увидеть окончание схватки между моим другом и фанатиком. Пробуждение было неприятным. Раскалывавшая череп изнутри головная боль, сверкающая словно фейерверк цветные пятна перед глазами. Сухой прилипший к небу язык. Воздух спертый. Где-то неподалеку чем-то гремят и переговариваются сектанты. Где мы? Рядом завозился Кирилл. Выглядел он хуже некуда. Правый глаз заплыл, лицо залито кровью. Дышать тяжело, каждый вздох причиняет невыносимую боль. В гребаном подземелье наверное. Коридоров тут много, есть куда тела спрятать. Руки были связаны за спиной. С трудом удалось присесть, опершись о холодную стену. Сидели молча, пытались смириться с неизбежным. Черт, обидно, богатства были у меня в руках, и в последний момент все сорвалось. Освещение в нашей клетке было скудным. Одинокий торчащий факел на противоположной от решетки стене. Утонувшая в очертаниях надежда разорвалась на тысячи осколков. Стоило мне поднять взгляд на грязные железные прутья. От невыносимой головной боли я отключился. Чувство меня привело пощечина, отвешенная мне какой-то женщиной. Вы ответите за убийство моей дочери! Процедила она сквозь зубы. Вы будете страдать, дабы искупить свои грехи! Нас с Кириллом выволокли из камеры и повели туда, откуда доносился веселый гомон. С каждым шагом свет становился все ярче, воздух стал более насыщенным, в лицо подул прохладный ветер. Мы оказались на поляне. Вокруг витал тошнотворный запах гниля. Несколько десятков человек в черных балахонах о чем-то переговаривались. По кругу были установлены деревянные идолы. Мой взгляд пополз к центру поляны. От увиденного меня парализовало, ноги перестали остаток пути к просторному деревянному столу меня волокли. В центре поляны возвышался деревянный столб, к вершине которого параллельно закапанной кровью траве были прибиты доски, образуя подобие солнца, изображенного неуверенной детской рукой. На каждом луче висели изувеченные тела или их части. Три головы с выколотыми глазами нанизаны на проволоку. Она покачивалась и нижняя голова противно стучала о столб. Мне казалось, что это были останки пропавших друзей моего брата. Нас поставили на колени перед столом, покрытым несмываемыми пятнами пропитавшей его крови. «Презренные воры! Жалкие грешники!» прокричал человек со странным символом, прямо как в палате у Гены на капюшоне и золотой вязью узоров на рукавах. Толпа вмиг затихла. Люди встали в круг и сложили руки в жесте, значение которого я не знал. «Я, великий жрец, я дарую вам прощение и искупление ваших грехов!» К нему подошли четыре человека с такими же узорами на рукавах. Они подхватили упирающегося Кирилла и, не обращая внимания на его крики, привязали к столу. «Тот, кто посягнет на оберегаемые нами сокровища и убивает наших братьев и сестер, заслуживает смерти! Но мы милосердны! Мы позволяем им искупить вину, очистить душу, позволяем им стать пищей богов и их слуг!» Великий жрец вытащил из-за пазухи нож с изогнутым лезвием. Кирилл закричал еще громче и задергался еще неистовей, но крепкие веревки лишь глубже впились в его кожу. «Начнем же обряд, братья и сестры!» Толпа зашептала то ли молитву, то ли заговор на неизвестном мне языке. Жрец занес нож, хищно сверкнувший в свете полной луны, выкатившийся из-за облаков. Через мгновение его руки опустились, нож с мерзким чавканем впился в горло моего друга. Тот несколько и вскоре затих. Толпа простерла руки в небо и что-то завопило. Помощники жреца тоже вооружились похожими ножами и принялись кромсать тело моего друга. Они подвесили его истерзанное тело на столб, а некоторые органы сложили в деревянные катки. «Боги жаждут вторую жертву!» Меня также привязали к столбу. Также занесли надо мной нож под вопли жаждущей жертвы толпы. Сил на крики и попытки освободиться не было. Нож перерезал горло. Я захлебывался в собственной крови. Еще один удар стальным лезвием в грудь. Свет погас. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы никогда не будете состоять и не попадетесь на такую уловку данных сектантов, не будете подклоняться там цветочку, камушку или кому-нибудь еще, более, так сказать, нелицеприятному цветочку, камушку еще ладно. И прислушивайтесь к своим родственникам, знакомым, если говорят, что это секта, то лучше валить. Как-то так, надеюсь, вам очень понравилась история, а главный герой, конечно, жесткий мудень. Мог бы просто вернуть эту штукенцию и, думаю, его бы не наказали. услышимся с вами в следующей интересной истории.